29 октября 2018-го комсомолу исполнилось 100 лет. Владимир Владимирович, какие чувства Вы спустя эти годы сохранили по отношению к тому самому комсомольскому прошлому? Для меня комсомольское прошлое это 20 лет. В 1963-м по 1983-й год я состоял в комсомоле, работал в нем, и вместе со своими соратниками, единомышленниками делали все возможное, чтобы страна, и мы жили лучше, жили интереснее, двигались вперед. Это доброе время, значительная часть жизни. Что в первую очередь вспоминается? Прежде всего это люди, с которыми приходилось общаться, с кем приходилось работать, и во имя чего работать. Мне так посчастливилось, что вокруг меня всегда окружали меня люди достойные, порядочные, приличные, с активной жизненной позицией, хорошо воспитанные в патриотическом духе, с морально устойчивой психикой и взглядами на жизнь. И именно уважение к этим людям и благодарность за доверие, которое мне оказывали, избирая меня секретарем и райкома комсомола, и обкома комсомола, это и есть те два главных чувства, наверное, которые меня могут сопровождать, вспоминая о прошлых комсомольских годах. Вы возглавляли обком комсомола с 79 по 83. Вот интересно, какой была молодежь того времени, какие проблемы были тогда у молодежи, и чем они отличаются от проблем современной молодежи? Как это чувствуете сейчас? Я думаю, что большой разницы не существует. Молодой возраст там заключается, что молодежь является пытливым таким классом, который хочет перемен, который ищет перемен, ищет знания, добивается своей цели, двигается вперед. Это в этом смысле, я думаю, молодежи любого поколения, они эти вот качества характеристы. Поиск, стремление к лучшему и достижение своих целей. Что касается отличий, ну, я думаю, что они небольшие, связанные с тем, какие обстоятельства окружали тогда наше поколение и наших комсомольцев и единомышленников. И сейчас. Тогда не было интернета, вы понимаете. Тогда, наверное, было проще работать и комсомольским работникам. Информация была, может быть, недостаточной, она была правдивой и честной, но она была маловато по объему. Сейчас можно и без молодежи организации информацию получать в большом объеме, но не разобравшись с ней, можно вообще-то серьезно запутаться и сформировать себя совсем не в том направлении, которому нужно было себе, обществу, семье и твоим друзьям и знакомым. В общем, есть как плюсы, так и минусы. Если бы у вас сегодня была возможность что-то изменить в той некогда могущественной, крупнейшей на тот момент в мире молодежной организации, что бы исправили и пользовались ли бы сейчас этой палочкой волшебной? Ну, я не знаю, как исправить. Можно прошлое. Прошлое – это данность. Поэтому к данности надо с уважением относиться, помнить, гордиться теми людьми, с кем работал. Кстати, мне приходилось с такими интересными большими людьми работать и как в партийных органах. Я работал и при Гвозе Викторе Александровиче, и при Хусаине Юрием Юрьевичу, первом селёновком партии, и при Малафее Антоле Александровиче, так и в комсомоле. Я работал и с Козловским Владимиром Георгиевичем, и с покойными Шаплыковым Владимиром Павловичем, и величким Валентином Владимировичем, и Платоновым Константином Михайловичем, ЦК Комсомола, с Пастуховым Борисом Николаевичем, первым селёновком ЦК Волокосомоле. То есть это люди высокого класса подготовки и высокой ответственности перед обществом. И поэтому было с кого брать пример и было на кого полагаться. Поэтому школу, которую мне дали те, кто знал меня больше и умел больше, она мне пригласила для того, чтобы кому-то что-то передать полезное в следующих поколениях. И в этом смысле, чтобы надо было поменять, учесть обстоятельства новые. Вот и вся перемена. Не учитывая новое происходящее вокруг, нельзя принять правильное решение, нельзя действовать правильно. Поэтому надо учитывать современные реалии. Реалии эти сложные, многообразные. И без соответствующей подготовки и анализа молодёжное движение можно завести в большой тупик, если заводить. Может быть и не надо заводить, может быть молодёжь сама разберётся. Думаю, что нет. Что-то объединяющее в любом случае должно быть. Должна быть основа. Спасибо большое за это интервью, за эти полезные мысли. Позвольте поздравить вас и вашему лице всех комсомольцев со столетием в ЛКСМ. Спасибо большое. Я тоже хотел бы поблагодарить ещё раз всех соратников своих за работу совместную в своё время. Хотел поздравить всех со столетием в ЛКСМ. Пожелать всем доброго здоровья, благополучия, оптимизма. Да здравствует комсомол! Спасибо большое.